Значит, повод для программы, повод для беседы. Реабилитация Иуды меня слегка напрягла. Вы, отец Вячеслав, не можете как-нибудь призывать людей к христианству, к жизни по Евангелию, не реабилитируя Иуду? Я, конечно же, призываю к жизни христианской, и частичная реабилитация Иуды, а точнее удаление сливных каналов, удаление черных людей из нашего списка, оно необходимо для того, чтобы мы правильно смотрели на остальных людей. То есть вот эта христианская привычка назначать козла отпущения, я, конечно, имею в виду, что она не совсем христианская, но тем не менее, из Иуды сделали козла отпущения и тем самым очень упростили антропологический анализ, очень упростили анализ поведения другого. И таким образом у апостолов появилось такое впечатление, или, по крайней мере, у их последователей такое впечатление, что вот Христос, который говорил, не вы меня избрали, а я вас избрал, избирает в число 12 какого-то негодяя, ставит его, искушая, будучи якобы он был вор, Иоанн говорит, что он был вор, а этот заставляет козла стеречь капусту. То есть Христос назначает его ответственным за кассу, кассу братства. И потом Христос, как бы, вместо того, чтобы нормально поговорить с человеком, он пускает какие-то пространные, никому непонятные намеки, и таким образом оказывается, что Иуда плохой мальчик от того, что он жадный. Но ни текст Евангелия не подтверждается, он жадный, ни наше мнение вообще о том анализе поведения другого человека. Если мы сегодня позволим себе думать, что зло происходит от того, что кто-то жадный, это очень примитивный взгляд на другого. И я не могу допустить, чтобы в христианстве царствовал такой низкий уровень анализа другого. Получается, что Иуда – это жадный человек, и он пошел, продал Христа за 30 серебряников. Но такое только у тети Глаши в филе за бугаевка могло поместиться в голове. Даже если ты жадный, предположим, зачем продавать Христа, который обеспечивает тебе кубышку? Там в этой кубышке могло за эти годы накапливаться все больше и больше денег, если уж ты жадный, предположим. Если ты жадный, почему, получив желаемое, ты бросаешь эти 30 серебряников, и чем-то ты еще недоволен? Вроде как ты пошел его предавать, или что-то не так пошло в интерпретации христианской. Я уж не говорю про службу Великого Пятка, которая совершенно позорным образом унижает Иуду для того, чтобы самим выглядеть лучше. Это очень старый прием – унись ближнего, и ты выше покажешься. То есть мы говорим, Иуда – жадный, Иуда – предатель, а мы вот как бы не очень. Мое мнение такое, что, как я и высказал в этой замечательной моей лекции 10 лет назад, 2011 года, такое, что мы все такие, как Иуда. То есть мы все следуем за Христом, но мы следуем за Христом, потому что видим только одну его какую-то грань. Кто-то видит в нем чудотворцы, кто-то видит в нем гаранта нравственности, кто-то гаранта спасения, кто-то самого лучшего человека на земле. И вот эта узость восприятия Христа не позволяет нам определить друг друга как его последователей. То есть ты следуешь за одним носком Христа, я следую за другим сандалем Христа, а всецело Христа воспринять никто, оказывается, не может. И это показывает историю всех апостолов, не только Иуды, но и Петр, понятно, предавал, и остальные там разбежались, и Антон нычком-нычком где-то там проходил и не подавал виду, что он верный апостол и так далее. И вот вся эта я просто фабулу очерчу о том, что если мы позволяем себе так некачественно рассуждать о преступлении одного человека, то таким образом наш анализ другого, он будет всегда хромать в пользу самооправдания. И мы никогда не поймем высоких намерений, предающего нас человеку. Вот Христос, в отличие от церковников, которые якобы последователи Христа, он точно говорит, когда вас будут убивать, будут думать, что тем самым служат Богу. То есть он понимает, что они не из-за жадности, не из-за зависти, как говорит евангелист Марк, предали Христа. Они просто служили этим Богу, здесь нет никакой зависти, это чистое действие, это святое действие. И апостол Павел, будучи Савлом, он действовал совершенно из тех же мотивов. Он искренне был убежден в том, что он борется со злом. И вот эта искренность и честность, добавившие только один компонент, она может быть на нашей стороне. Вот если мы рассмотрим человека, который против нас, как служителя Божия, как человека, который тоже хочет царствия Божия, который тоже хочет справедливости, и, может быть, те, кто взрывали храмы, хотели правды не меньше, чем те, кто их строили. И тогда мы уже не позволим себе плеваться на Иуду, потому что это совершенно некачественное осуждение. Понимаете, я не хочу, чтобы Иуда был и живосвятым, потому что он все-таки не устоял, он все-таки человек, который делал двойную игру, это неправильно. То есть у него где-то в уме была идея, как мне кажется, идея того, чтобы, как у Казанзакиса это есть, того, чтобы стравить партию фарисеев и партию, собственно, и поклонников Иисуса. И таким образом Иисус проявит свои магические силы, и что-то будет хорошее. И все за этим хотели наблюдать. И Петр хотел, хотя и зреть и кончину, то есть видеть, чем все закончится, когда будет отпор. И только тогда, когда Иуда понял, что никакого отпора не будет, он разочарованный в том, что происходит, а не в том, как мало он получил денег. То есть он разочарованный в том, что происходит, идет и по-своему кается. То есть он по-своему перечеркивает сделанное, скажем так. Это не совсем покаяние в нашем православном глубоком смысле. Это он просто перечеркивает то, что было. Как и Петр впоследствии, как и апостолы, которые обе же поклонились, обе же усомнились, но и постепенно все там уже пришли к христианству. Так что вот этот я ратую за то, чтобы христианство поумнело, а не повторяло какие-то глупости, которые составили в средневековом богослужении и в средневековом истолковании поведения Иуды. Мне кажется, наступило время, когда можно стать чуточку серьезнее. Ну, у меня два потока мыслей, возражений. У меня вызывает скорее вот моя ипостась историка, потому что я все-таки историк, даже уже я текстолог. И мне обидно, мне кажется, скажем так, что евангельский текст не глуп. Его нужно рассматривать в контексте психологии, литературы, культуры той эпохи. И не только той. То есть тот образ Иуды, который мы видим в четверо Евангелии, ну, прежде всего, у Иоанна, он вполне выдержанный, последовательный. В нем нет демонизации. То есть Спаситель за столом говорит, один из вас предаст, не для того, чтобы подразнить Иуду, а как раз для того, чтобы пробудить во всех сомнениях, и они пробуждаются. Вот. Что жадности и до того, что Иуда зарезал курицу, которая несла золотые яйца. Вот это знаменитый эпизод, когда Мария помазывает ноги Иисусу. Вот. А Иуда говорит, что это же миро можно продать там за 300, кажется, динариев. Ну, для примера, 30 серебряников – это 120 динариев. То есть меньше, чем сумма вот этого флакончика с драгоценным миром. И это нормальная цена для элитного парфюма. Вот. Но реплика Иуда подразумевает, что те пожертвования, которые давали Спасителю, они, как община, раздавали нищим. То есть он предлагает, давайте продадим, не для того, чтобы я это хранил. Там что-то на себя тратят, но, видимо, раздавали нищим. Это вот историческая, как бы, часть. Покаялся ли он? Мне кажется, ключевой реплика – согрешил я, предав невинного. Он его считал виновным. Интерпретация Казанзакиса, что Иуда считал Иисуса виновным, ну, как сказать, в недостаточной решительности. Это не Казанзакис. Это очень мною любимый, не только мной, отец Сергий Булгаков, у которого в году, по-моему, 28-м, 1928-м в журнале «Путь» была статья об апостоле Иуде, ученике и предателе. И он там вывел концы. Он тоже исходил из того, что Иуда не мог предать просто вот из жадности. И он отталкивался от имени. Иуда, значит, лев, значит, родители были патриотически настроены. Они верили в восстановление, ну, в обретение Израиля в независимости. Иуда хотел вот этого. А дальше логика вот как и у Казанзакис. Иуда хотел подтолкнуть спасителя. Мне кажется, что, во-первых, вот это отдельная тема, что из жадности очень даже можно предать. Но главное, что тогда теряется текст. Значит, оказывается, что текст неверен. Мне кажется, что текст совершенно хорош. Иуда вдруг понимает, в какой-то момент увидел, что Иисус виновен в чем-то. Мы должны попытаться понять, а в чем. А потом говорит, нет, невиновен. В принципе, мне это кажется характерным для человека вообще. Потому что, когда я обижаюсь на мир, я же не обижаюсь на мир, я обижаюсь на людей. Я не говорю, что Везувий виноват. Я говорю, люди виноваты. Извержения, они бегут. А надо понять, что люди невинны. Люди невиноваты, что мне плохо. Что мне плохо – это моя проблема. А люди… То есть, если уж кого-то виноватить, то Бога. Все претензии к нему, а не к людям. Согрешил я, придав неповинного, придав кровь неповинного. То есть, когда я провоцирую людей, хочу от них чего-то несбыточного. Я грешу, потому что я считаю, что человек виноват, а он не виноват. Это вот историческая часть, психологическая. Где, как я подозреваю, вы сильнее меня, вы больше в психологии разбираетесь. Но мне кажется, вот это вот, собственно, главный момент. Что психология греха, она бывает мудреной, она бывает извилистой, витиеватой, но чаще она довольно дуболомная. То есть, я вижу кошелек, меня трижды пытались развести, но это классика жанра. Идешь по подземному переходу, вот тебя нагоняет и спрашивает, не вы вронили бумажник, и там куча денег. А на другом конце тебя поджидает второй мошенник, который скажет, что это его, и спросит, куда делись деньги. Мне кажется, что жадность, лень, в общем, прямо вот по перечню семи смертных грехов, это все достаточно мощные импульсы, и человек может из жадности... Ну, вот у меня был друг, он работал на одном иностранном и довольно враждебном радио, как и я. Ушел оттуда, и мы как-то встречаемся, и я не то чтобы его попрекал, но все-таки в моих глазах, видимо, был какой-то вопрос. И он мне говорит, ну, ты понимаешь, я решил все материальные проблемы. Квартира, дача, автомобиль. Ему дали оклад в 10 раз больше. Психология говорит, что если человеку предлагают оклад на 20% больше, человек не будет менять работу. Есть качественная какая-то грань. А в 10 раз больше – все. Всякий может предать. Поэтому я бы не стал вот вычеркивать жадность как мотивацию. Мне даже кажется, я прошу прощения, что в Украине это может быть более серьезный фактор. Вот у нас в России страна военная, милитаризованная, все так или иначе связаны с ВПК. Значит, часто главной мотивацией личности – это трусость. Там, где люди дышат атмосферой войны, казармы, ну, солдат начинает трусость. Вот Украина, моя любимая, это все-таки страна намного беднее России. Сколько я читаю в издыхании, что люди там за килограмм-два гречки идут голосовать не за того, за кого пошли просто так. И что упрекать этих людей тоже как-то не выйдет. То есть жадность, жадность от нищеты, жадность от… Деньги могут быть символом счастья. Я думаю, что для Иода вдруг это же такое туннельное какое-то осажденное состояние души. И для него вдруг вот в этих ничтожных деньгах, ну, трехмесячный заработок, скажем так, у него весь мир в них сосредоточился и его заклинило. Ну, а как вот человек изменяет жене? Для него вдруг, с нашей точки зрения, в точно такой же женщине, похожей на жену, и вдруг его переклинило, а вот у этой розинка красивая, изменил. Хотя, казалось бы, вот грех очень примитивен. Это благодать, она такая ювелирная работа. А грех тебя – бух! И все. Нет? Ну, я, если позволите, отвечу на ваши реплики. Мне кажется, они дилетантскими. Смотрите, во-первых, у Иоанна, вы не могли не заметить, как фикстолог, что у Иоанна есть прямые обвинения и интерпретации того, что происходит. В 12 главе, в 6 стихе, он комментирует, надо заметить, что и у Матфея, и у Марка есть сюжет про женщину, которая разбила алебастровый сосуд и очень много денег пролила, так сказать, виртуально. Но только Иоанн в 6 стихе 12 главе заявляет, что сказал же он это. Ну, мол, зачем? Во-первых, у остальных апостолов все говорили, а тут только Иоанн говорит, и дальше, и тут только Иуда говорит, Иоанн говорит, что он это сказал не потому, что он заботился о нищем, но потому, что был вор и имел при себе денежный ящик и носил, что оттуда опускали, то есть воровал. Это ни на чем не основанное обвинение, а это обвинение на самом деле недальновидное, потому что представляет здесь Христа тем, кто вводит в искушение. Это раз. Во-вторых, Иоанн самым умным, потому что все остальные этого просто не заметили, и он сам на тайной вечере ничего не заметил, когда Христа, когда Иуда уходил, ни у кого не возникло подозрения, куда он уходит, даже у горячего Петра. Собственно, ни у кого не возникло даже кандидатуры, когда спросили, когда Христос один из вас предаст меня, тот, кто мочил со мною, там хлеб солило, ни у кого не было кандидатуры, все говорили, не я ли, не я ли. То есть Иуда был совершенно чист, совершенно один из них. Но в Евангелии от Иоанна встречаются оценочные и очень примитивные суждения, которые делают вот эту оценку совершенно вредоносной. Остальные Евангелия соблюдают то, что вы говорите. Они совершенно верно описывают, что Иуда – это сложная фигура, в ней переплелось столько-столько мощного. И… А сейчас, Вячеслав, а можно… Да. Можно я прервусь, потому что тут возникает, мне кажется, важный момент, потому что, ну, согласовать повествование нетрудно. То есть, другие евангелисты не акцентируют Иуду, Иоанн акцентирует. Окей. Не принципиально. Он не акцентирует, он интерпретирует, чего другие. Интерпретирует, да. А может, они после смерти, может, они после смерти вскрыли ящик, обнаружили недостачу. Не это важно. Важнее другое. Важнее… После распятия, кстати, замечу. После распятия. Да. Важнее сама логика. Она же у первонаверной человека, во всяком случае, в русской литературе, который поставил эту проблему, у Леонида Андреева. Как может Иисус, как мог Иисус выбрать такую сволочь? Он же… То есть… Но, вы понимаете, я могу этот вопрос задать о любом человеке. И о Петре, и об Иакове. Нет человека, который был бы жив, не согрешил. А как мог Иисус меня в священнике? Лучше бы мою жену. Моя жена и красивее. Но вот и вы начинаете в вашей терминологии реабилитировать Иуду. Вы его уравниваете… Нет, 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 я не реабилитирую Иуду. Я осуждаю всех остальных. Мы всех… Почему? Вот вы ругаете православное богослужение о молитве перед причастием. Мне бы врагом твоим тайну повел, не лоб занятие дам я к Иуде. Мы не делаем из Иуды козла отпущение, мне кажется. Мы наоборот говорим, аз есть козл… Не дам тебе. Там частичка «не». Вы ее, наверное, заметили. Не лоб занятие дам я к Иуде. Но я говорю, что я не лучший Иуде. Я тоже могу… И вы, Иуде. Ну, там говорится, что вот я, ну, не буду этого делать. Я не… Как бы не того сорта. Нет, почему? Не был… Нет, если бы я был не того сорта, что Иуда, я бы перед причастием этих слов не получил. Он произносил. Но я понимаю, что я из того же теста, и я не могу. Я не могу не предать. Я сегодня же… Ты помоги. И все. Да, я с вами тут полностью согласен. Именно это я и хотел сказать. Мы своей узостью всегда предаем три четверти Христа, а одобряем одну четверть. Если наши четверти, которые мы одобряем, не совпадают, мы друг друга называем предателями. Какие-то так называемые ортодоксы называют так называемых либералов предателями и апостасийщиками. А почему так называемый либерал? Я просто либерал. Ну вот я не отрождаю себя с либерализмом, потому что… Либерализм разный. Не говорю, что я сторонник либерализма. Я говорю, что я либерал. Каноны запрещают священнику содержать кабак и давать деньги в рост. А про либерализм в канонах ничего не сказано. Понятно, да. Да, вот давайте вот здесь зафиксируем минутку согласия, потому что я тоже считаю, что не то, что Иуда хуже других и мы должны его выбирать в качестве мальчика для битья, как это сделано в богослужебном тексте. Но все такие же апостолы, ровно такие, как Иуда, и все рассчитывали сесть на 12 престолах, судить 12 колен, на этого не наступило. Кого-то это раздавило, кто-то выдержал, кто-то приспособился, кто-то переинтерпретировал. И таким образом я считаю, что если посмотреть внимательно в Иуду, он был предан, но в определенном своем в своей оптике, то есть он по-своему видел Христа. И мы каждый тоже по-своему видим Христа. Если кому-то доказать, преусловно говоря, что Христос не Бог, он тут же расплюется и скажет, тогда мне он такой не нужен просто. Если он не Бог, то он мне не нужен. А другой скажет, даже если он не Бог, все равно я христианин. А третий скажет, как Достоевский, если истина будет по одну сторону, а Христос по другую, я буду за Христа. Разные степени причастности у нас? Может быть. Мне вот что интересно, на самом деле у меня сомнения скорее возникают вообще по поводу виденья мира в понятиях в рамках предательства и верности. Меня вот это немножко смущает. То, что первые верующие люди-христиане легко ругали друг друга с собаками, чуть что, это бывает. Вот. Но мы же тоже немногим лучше в этом смысле. Вот. Меня смущает другое. Вот современная психология, может быть, лучше сказать, психотерапия. Вчера мне даже написали «Все рамки в голове у человека». Вот. Мне это кажется, как у большевиков в 20-е годы. Другой ты. Другой ты. Так. Тут какой-то докладчик образовался. А вы нажмите на участники и выключите у него микрофон. А. Так. Выключить звук. Все. Хорошо. Тем не менее. Ну. О. Хорошо. Вот. Прекрасно. Есть классика жанра. Последние, вот в начале 90-х годов выяснилось, что многие священнослужители и церковнослужители давали подписки о сотрудничестве с тайной политической полицией. В Украине с этим дела обстоят, как сказать, лучше или хуже, потому что у вас архивы открыты, опубликованы. Уже вышло несколько монографий, где все подробно разбирается. У нас в России это все как бы считается, что ничего не было, все под секретом. И я вспоминаю, для меня это старшее поколение, отец Глеб Якунин, отец Дмитрий Дудко. Я вспоминаю, что они как-то, вот отец Глеб Якунин, на редкость не то чтобы доброжелательно, но спокойно относились к предательству. Вот. Не то чтобы легкомысленно, но они считали, что это самое тяжелое. И у меня такое подозрение, что, скажем, алкоголизм они считали более тяжелым грехом, чем что на них кто-нибудь донос напишет из собратьев священников. Вы могли бы выстроить иерархию, предательство все-таки грех, или, может быть, вообще можно мыслить жизнь вне категории верности и предательства? Да, конечно, лучше от этих категорий избавляться, они очень жесткие, они примитивные. Как вы верно сказали, что Евангелие нужно понимать, евангельский текст, нужно понимать из психологии того времени. Вот я и ополчился на психологию того времени, преступно-примитивную и совершенно... Ой, а может, есть слово преступный, отец Вячеслав? Преступный, как тоже... Хорошо, я сгущаю краску, ладно. Просто немного примитивную и все равно мы не можем согласиться с тем, что за отсутствием мотивации объяснения Иуды Иоанн пишет «И вошел в него сатана». Вот других поводов просто не было. Объясноватился за одну минуту и пошел предавать. Кроме того, что он вор, предатель редиска, так еще и вошел в него сатана. Ну, я прошу прощения, во-первых, это фигура речи. Для древней литературы это действительно фигура речи. Либо к нему в дом пришел Бог в виде трех ангелов, либо в него вошел сатана. Но дело в другом. Вот к вопросу о психологии. Вы понимаете, бывают такие состояния души, ну, возьмем алкоголизм, когда человек, ну, вот, после похмелья все, не буду больше петь. Никогда. Да чтобы еще раз. Да я помню, как голова болела. Проходит три-четыре дня, и рука тянется, значит, к буфету. Вот. Рука отдергивается. И вот человек борется с собой, борется. Это может быть порнозависимость, это может быть политизированность, это может быть масса всего, это может быть жадность. Вот. И человек борется, 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 а грех совершается, потому что в какой-то момент тебя скручивает, и ты уже сам не свой. Ты вот действительно уже тебя ведет. Это же можно назвать одержимостью? Психологически это же есть такой? Да, да, мы можем сейчас интерпретировать поведение Иуды как неадекватное, то есть он в совершенной обсессии находится, да, обсессивный у него синдром, он им завладел мысль, и мысль дальше его ведет. Я не знаю, поможет ли это нам понять, наше собственное поведение, поможет ли это нам понять нашего ближнего сегодня? Я думаю, вот такие крайние оценки прямо из клинической психиатрии, они делают факторы Иуды и предательства Иуды из ряда выходящим явлением. Я считаю предательство Иуды нормативным явлением, и вы вот сейчас упомянули... Согласен, глубоко согласен. Вы упомянули начало 20 века, где, собственно, вот примерно так же это оценивается, что соработничество с советскими антибожескими властями не считалось чем-то особенным. Вот в том-то и дело... Нет, нет, секундочку, для слушателей, я объясню. Сотрудничество, стукачество, доносительство считались большим грехом, но на большой грех большое милосердие. Вот загвоздка-то. Это разные вещи. Я с вами согласен. Я когда-то прослушал отца Георгия Митрофанова «Курс по истории церкви 20 века», и я вот эту мысль примерно вот тогда и тоже усвоил. О том, что времена были такие, что сегодняшняя терминология типа «предатель», «иуда», «стукач» это не совсем оно так звучало в те времена, хотя эти явления были тоже негативно окрашены. Давайте в политическом... Нет, а можно еще? Я как историк просто... Тогда это звучало страшно на самом деле, но я хорошо помню ситуацию. 1936 год был священник в Можайске. Священника завербовали. По его доносам посадили четверых его собратьев в Можайских храмах. Там всего было две церкви к 1936 году. То есть храмы закрылись. И этого священника потом тоже посадили. И он сидел в камере с одним из тех, на кого писал донос. Расстреляли обоих, Бутова. Он совершил кошмарные преступления. Кошмарные. Можно это по милосердию Богу простить? Ну, я не знаю. Я думаю, что милосердие Божие бесконечны наших грехов. Сегодня, если человек будет жить, предавая других, это мы имеем право проявить милосердие? У меня ощущение, что нет. Что нет. Простейшая ситуация, отец Вячеслав, очень распространенная, насколько я знаю. Вот у вас двое прихожан, муж и жена. Все чудненько. Муж бросает жену и женится на другой женщине. Ведь понятно, что в приходе должен остаться только один из бывшей супружеской пары. Иначе это будет как-то криво. И вот что тут сделаешь? Сказать, ну, ничего страшного не произошло, тыры-дыры. Женщина скажет, он меня предал, он меня бросил. Ну, бывает, что и женщина предает. Значит, слово предательство, оно не пустое слово. Предательство случается. Shit happens, как говорят англичане. Никуда от этого не уйдешь, чтобы вылечить болезнь, надо признать, что, ну, бывает и гонорей, ну, что делать? Да, ну, смотрите, я аж не против термина предательства. Давайте его расщепим на составляющие. Значит, предательство в данном случае, кстати, тот сюжет, который вы описываете, был лет 10 назад на моем приходе и два замечательных человека ушли оба. Да, это тоже. Каждый думал, что... Могут оба из церкви уйти, вот в чем проблема. Да, да. Но оба, два человека совершенно замечательные. Так вот, что я хотел сказать, что предательство одного не равно предательству другого, а нажимаем все одним и тем же словом. Что касается Иуда, Иуда, да и пошел-то за Христом наверняка потому, что видел в нем мощного мыша, политического реформатора с магическими способностями и так далее. А раз он и пошел-то за ним по этой причине, то по этой причине он с ним его и бросил. Это одна и та же причина. Здесь нет изменения какого-либо. Я за тобой пошел, потому что ты чудотворец, и ушел, потому что ты не чудотворец. Здесь не было предательства, как изменения себя. То есть сначала я был тебе другом, а потом я тебе враг. То есть покаяние Иуды это как бы заявление, что я был неправ, когда считал, что главное в мессии чудотворчество, и я был неправ, когда не увидел чудотворчество в тебе. Я был неправ, что понадеялся на этого человека, а он, оказывается, просто мальчик пустой, его просто убили. А я думал, что он мощный и кинул его под танки. Я думал, он сейчас разметает танки. Мне кажется, тут я сейчас сугубо гипотетически скажу, просто на ходу, но все-таки Евангелие, земная жизнь спасителя, полны были чудес. Апостолы их видели. Я, кстати, не думаю, что они пошли за спасителем по одной какой-то каждой причине, что это была такая психологическая доминанта, что она вытеснила сомнения, и так далее, и так далее. И сомнения были, и они все равно все не до конца понимали. Мне кажется, что когда Иуда сказал, что согрешил, я предав, кровь не повинна, это было потому, что его вдруг пронзила мысль, что вот поведение Иисуса на суде, это и есть поведение Мессии. Вот по пророку, я как Агнец, прямо стригущего, его безгласен, что высшее чудо в мире, высшее чудо творчества, это не разметать своих судей, а это промолчать и промолчать, что это чудо, чудо молчания. Он не дожил до чуда прощения. Господи, Боже, прости им, ибо не ведут, что творят. Но это же еще большее чудо. Но в таком случае, я с вами согласен, в таком случае Иуда стал на голову выше остальных апостолов, потому что другие этого так и не поняли и ждали скоро реванша. Ну, они поняли, там у них было больше времени. Иуда раньше всех. Но я думаю, что это, я подозреваю, что к каждому из нас это вообще придет момент смерти, в конце концов. И в этом смысле старость неплохо, потому что мы проецируем на Бога, мы все время проецируем себя, и на Бога мы проецируем свою силу. Мы ощущаем себя мощными, я могу, а потом, когда из тебя, значит, там что-то все вытекло, и ты понимаешь, что сила Божия, ну, как по Павлу, в нем еще совершается, что сила не в силе и не в правде, а сила в любви и в том, чтобы действительно подставить другую щеку, в том, чтобы погибнуть иногда. Да, да, но я согласен, что даже если Иуда это понял, ну, тогда он вообще молодец, он учитель человечества, он должен был не повеситься, а нам что-то объяснить, потому что апостолы этого не понимали и ждали, что он скоро-скоро вернет, и таки разметают все танки противника. Мне кажется, отец Вячеслав, я прошу прощения, мне кажется, что самоубийство, в нем очень силен элемент агрессии, насилие над тем, кто остается в живых. Иуда хотел других заставить, но не заставил, потому что никакое насилие не результативно, но возвращаемся к тому же, ну, не повесился бы и ходил бы там за постом Петром носил бы ему денежный ящик. Да, меметическая ситуация, когда кто-то должен быть принесен в жертву, тогда Иуда приносит жертву себя, тогда должен погибнуть он. Я хотел сказать о том, что, смотрите, если в случае Иуды мы не видим искривления сознания, то есть он каким был в начале, таким остается в конце, по моему мнению, то у других предателей бывает так, что он в начале был очень лоялен, а в конце очень враждебен, и люди по-настоящему могут казаться, что они меняются на 180 градусов. Но с точки зрения психологии мы можем постулировать наличие нескольких моделей поведения, нескольких моделей себя с самого начала в том числе. И когда человек в начале идет и говорит я верный последователь, то в нем все равно живет модель меня не проведешь, я хитрый и мудрый человек. И когда он понимает, что вроде как его провели, он включает другую модель. И тогда этот предатель пишет доносы, пытается делать что-то для того, чтобы жить и меняет свою фабулу поведения. И мы говорим смотрите, он переменился. Но опять же это не трезвый взгляд. Не бывает чудес психологии. Не бывает так, чтобы человек был такой и бац и переменился. В нем была модель другая, просто ее надо было с самого начала рассмотреть. и триггер, когда она актуализируется, тоже можно было исследовать в самом начале и сказать о том, что да, этот человек состоит из нескольких человек. В нем есть и благородный рыцарь, готовый действительно отсечь себе руку за даму, и человек, который может эту даму продать, как это делал Авраам и Саак в случае необходимости. Но эти вещи нам кажется несопоставимы. И в такой расщепленности нашего сознания, когда одна из моделей является латентной, то бишь как бы скрытой, мы тоже думаем, что мы или рыцарь, или мудрый, хитрый человек по жизни. Но когда эти модели сталкиваются, мы можем одну актуальную модель поменять на другую. Со стороны это будет выглядеть как подлейшее вероломство и предательство. Но я вам просто хочу засвидетельствовать, что недостаток подробного анализа человеческого поведения, то есть где-то на уровне бихеверизма, когда мы останавливаемся, на уровне демонизма личности, когда мы демонизируем того же Иудина, то это не позволяет нам прочесть собственные интенции. Мы говорим о том, что я не тверд в вере, а я скажу нет, ты тверд в вере, просто в тебе живет еще один атеист. То есть твой верующий говорит да, твой атеист говорит нет. Это не значит, что твой верующий слаб, он уже давно на себе носит мощного атеиста. Он может твой верующий еще сильнее, чем у бабы Клаши, который однажды в церковь ходит на пасху. Послушайте, отец Вячеслав, во-первых, вспоминается веру и Господи по моему неверию, а во-вторых, во-вторых, что у вас уже второй раз какое-то женоненавистничество, что какая-то баба Паша, а почему не дядя Паша? Почему сразу? Потому что Сергей Фудель написал, что церковь выжила в белых платочках в самый серьезный период жизни. Смотрите, вы видите чат, а я не вижу. А вы нажмите внизу и есть кнопка чат на панели. Она заслонила ваше драгоценное лицо. Это мне не нравится. Сейчас мы ее перенесем сюда. Иуда повел себя не как честный пацан себе на умы этот фаерок. О, Господи, Боже мой, младушки родные. А можно вот, я действительно плохо знаю психологию, поэтому я люблю говорить с людьми, которые знают, хорошо, теперь вы попадете в это число. Но мне кажется, что когда вот я говорю, или евангелист говорит, что в него вошел бес, ну, это как бы, ну, вот 2 плюс 2 плюс 3 равняется 7. Это такой итог. То есть, это обобщение. Ну, когда психиатр ставит там диагноз маниакально-депрессивное расстройство. Вот, поэтому иногда я могу сказать о себе, что меня повело, но это то же самое, что сказать, что лукавый попутал. Бесповый. Интегрирует. Понятно, во мне там мистер Джекил, миссис Хайт, все там, я очень такой весь разнообразный, но окружающим важен итог, сумма, прописью. Ты сволочь, ты чего сделал? Да, но вот если назвать какого-то человека сволочью, мы будем правы, но это будет очень, это будет часть его, или будет эффект, который рождается у нас. Когда какой-то, чья-то собака кусает нас за ногу, она сволочь, а когда эта же собака защищает нас, хозяин, хозяина, то она благородная собака. То есть, мы одно и то же действие собаки оцениваем слишком по-разному, и вот эта оценка, которая... То есть, вы все-таки, невзирая на всю свою крутость, назвали еду собакой? Я на примере собаки говорю о том, что одно и то же поведение, даже один и тот же поступок, он может выглядеть совсем-совсем по-разному. Это оценочное осуждение. Когда мы говорим бес попутал, это совершенно верно, это итог, но это итог, который редуцирует всю сложность человеческой психики и сводит ее к маничному утверждению. Все, что было последние два часа, меня бес крутил там, или эта черная мгла на меня нашла. Но это повторится при таком-то дебильном анализе, все это будет повторяться, если мы каждый раз говорим, просто черный день попался, или просто бес на меня, бес блуда на меня напал, еще что-то. Это очень примитивно, и ты не сможешь спрогнозировать свое поведение в дальнейшем, и ты не сможешь раскодировать чужое поведение в этом случае. Согласен, да. Это я согласен, вспоминается польская фражка, такие анекдоты 17 века, их очень любили, про монаха, настоятель заглядывает и видит, монах яйцо завернул в платок и крутит над свечой, чтобы оно стало вареное, а на печке сидит какой-то чертенок. Настоятель грозно кричит, вот тебя черт-то попутал, а чертенок с печки кричит, это не я, я бы так не догадался. Это было очень популярно в среде монашества. Вы правы в смысле анализа. И все-таки тут два каких-то полюса. Вот учение староста Старобрядческого собора Кронштадтского Академика Ухтомского о психологической доминанте, создатель физиологии, есть главная линия, магистраль. И то, что вы говорите, то, что говорит вся психотерапия, ну то, что говорили иезуиты 17 века, что надо смотреть на мелкие движения души, то, чему учили монахи, что надо анализировать свои страсти, желательно не одному, надо понимать себя, тогда ты будешь лучше понимать других. И вот эти две крайности довольно трудно соединить. Я думаю, что это вопрос темперамента. Но мне кажется, что как вот можно иногда сказать, что когда я говорю меня бес попутал, я не оправдываю себя, потому что я дал ему себя попутать. Я не обратился к Богу Божию за помощью. Но мне важнее другое, что когда я говорю о другом бес попутал, я его прощаю как раз. И есть такое интегральное слово, как новосердие, прощение. Я не вникаю в поведение другого, я его прощаю целиком, оптом. Да, вот вы тут споткнулись нашего брата монаха Алипия Алексея Алексеевича, ну в Томске я имею в виду, что Алексей Алексеевич, когда говорил о доминанте психологическом, он приводил пример собак, которые там усиливают дефекацию, когда их бьешь током, они усиливают все, чем они были заняты, когда их бьешь током. Речь идет о высшей нервной деятельности, но у человека это тоже работает, да, действительно, когда человек там слишком над чем-то сосредоточен, на этом брейншторминг и так далее. Но в человеческом поведении, когда перед ним какая-то дилемма или какая-то трилемма, то есть человек выбирает из нескольких вариантов поведения, здесь доминанта у томского не работает, потому что мы даем импульс, как бы электротокс, но у него эта трилемма так и остается трилеммой, то есть он редуцирует, он упрощает, но мы должны помнить, что у него была трилемма или дилемма, то есть мы должны помнить, что в его нормальном рабочем сознании без усилителя все-таки рождается естественным образом дилемма, то есть у него есть две или три модели поведения. Эту теорию подрихтовал Жак Лакан, был такой французский психоаналитик более позднего периода, чем Зигман. Так вот, он говорил о том, что между, об этом еще когда-то Эрлст Кассирер говорил в начале 20 века, такой философ, то есть между импульсом психическим и финальным поведением есть такой слой, означающий, что для меня означает то, то и то. Если мне придавать усилия, например, я злой на креста и хочу его предать за 30 серебряников, то при усилении действий, при нагнетании ситуации, мое означающее срабатывает. Не сам импульс, не сама доминанта Ухтомского, а некоторый кластер означающих. Например, я хочу славы Израилем, поэтому я сталкиваю эти две силы. Или я вижу, что он меня обманул, и поэтому я пытаюсь выжать из него максимум. Я не знаю, какие еще другие интерпретации, но всегда действует у нас означающее, а не прямое действие, как у собаки, допустим. И в этом смысле... Прошу прощения, вопрос по ходу. А почему тогда деньги не могут быть таким означающим? Мне кажется, что деньги настолько универсальный символ, что... Да, но они дальше... Вот если бы он пошел в ресторан, да, или купил двух гетель каких-нибудь, но этого не происходит. Вот в том-то и дело, что он бросает деньги, во-первых, в начале 30 серебряников это не его цена. Это то, что ему сказали, то он на то он и согласился. Сразу видно, что цена не имеет значения. Потом, когда он бросает эти деньги, видно, что не это было главным означающим. Для со стороны, может, для жадиной со стороны может показаться, что это является означающим. Но внутри, в связи с тем, что человек поступает не так. Мы видим, что преломляешь через систему означающих, это предательство является способом верности другому паттерну. То есть способом верности, например, Израилю, условно говоря, или нашему религиозному движению. Некоторые отозвисляют Иуду Сикария из Галилеи с Иудом Искариотом, а некоторые производят это слово из места, где он жил, недалеко называется краем. Так вот, и ваше упрощение, оно годится для животных, с которыми работали бихевиалисты, в том числе Алексей Алексеевич Ухтомский. А в человеческом случае, если человека придавать ему максимум, в нем действуют непрямые паттерны, как типа рефлексы, там, спасти себя, спасти ребенка, а означающие. И иногда человек прошитый погибнуть за родину, в нем включаются эти означающие, но не включаются спаси себя, спаси своего ребенка. Прямые действия, они выключаются за счет означающих. И здесь, анализируя поведение Иуды, мы должны согласиться с тем, что это взрослый человек, и наверняка у него развита система означающих. Он тем более идеологический человек, он религиозный, можно сказать, фанатик. И в этом случае система означающих является доминантой, если уж брать доминанту ухтон. Хорошо, а можно чуть-чуть перерывать вопросом, потому что, а вообще бывают предатели из-за денег? Бывает, что человек живет так, что для него вся жизнь, ну, как корейка, он же из-за дессы, вот, для него вся жизнь сосредотачивается в деньгах? Ну, я не знаю, как Владим Владимирович, вот питерский порт, через него идет весь импорт в Россию, надо делать деньги, есть мемуары, которые говорят, что он с этого начинал, объяснял, надо делать деньги, и в результате, как говорил великий украинский писатель Энго Гоголь, появляются такие вот плюшкины, у которых уже в мозгу только рубль, и все, ну, и лидерами. А знаете, как это проверить? Надо спросить, я вот спрашиваю иногда студентов насчет денег, мы проходим деньги, как символ. Сколько вам нужно денег, чтобы вы успокоились и перестали заботиться о том, чтобы их зарабатывать? Это какой Львы Петрова? Сколько денег, спросил Бендер, нам нужно 10 тысяч, ответил Балаганов. Так вот, эта сумма всегда ложна. Когда человек зарабатывает свой первый миллион долларов, что он делает дальше? Зарабатывает второй, и после второго идет 25, и после 25 возьмем Алексея Петровича Порошенко, по-моему, Алексей Петрович зовут, да? Он миллиардер, да? Подождите, я, конечно, не гражданин Украины, но точно я забыл. А, Петр Алексеевич, Петр Алексеевич. Я перепутал. Я вспомнил, что что-то не то сказал. Значит, это богатейший человек, да? И любой бы из нас после первого... Такой богатейший, но в Украине может быть. Да, да. Мы-то думаем, что после первого миллиарда мы бы точно уже сели и смотрели чемпионат Европы или что-то такое. Но люди не могут успокоиться, поэтому они-то говорят, что они делают деньги, но судя по их поведению, не деньги являются их финальной целью, потому что деньги, они вроде как уже хватит, а самое зарабатывание как повышение самооценки. Когда-то в детстве этот мальчик научился делать деньги, когда-то делать деньги вошло в него большой символ, и он делает деньги, чтобы делать деньги в таком случае. Здесь от суммы ничего не зависит. Ну, я все-таки для слушателей замечу, что все не так уж печально, потому что я больше историк, но вот у Стива Джобса на первом этапе карьеры был друг, компьютерщик, по имени которого, конечно, мне сейчас память не подскажет, и, собственно, изобретателем был этот его друг. Чудный мужик, похожий на вас, такой, похожий на Мишку Плюшеву, большой, доброжелательный, вот, и Джобс его обокрал в смысле идеи, от его имени торговал моделами, вот, тот его простил, потому что у него был принцип очень христианский, лучше поддерживать хорошие отношения, вот, и когда этот друг Джобса, который жив по сей день, очень известен, заработал свой первый миллион, он остановился, вот, и перестал зарабатывать, и я знаю многих таких людей, для которых деньги, вот, действительно, но я знаю других людей, которые, как говорится, гемангельская метафора, удавятся из-за 100 рублей, вспомните Достоевского, идиот, доползешь за 10 тысяч, по-моему, там чуть ли не 10 тысяч, как раз, доползешь на Елагин остров, вот, в камин, протянешь руху за эти деньги, и он протянет, это же тоже феномен Эуды, эта жадность может быть вызвана рессентиментом, смердяковщиной, нищетой, верой в то, что вот эти 10, ну, Раскольников тоже убивает ради грошей, это в сущности, но для него вот эти вот, это символ власти над миром. Ради права, да, да. Вы верно заметили, да, есть такие люди, я бы сказал, их меньшинство, меньшинство, которые, которые видят деньги просто как средства для проживания, они зарабатывают миллион или два и останавливаются, но основная часть людей, у них деньги, они думают, что деньги являются для них целью, для них целью является такая вот повышение самооценки в этом смысле. О, я прошу прощения, мне сказали, спаси Господи, друг Стива Джобса, Стив Возняк, все, ухожу. Ух ты, два Стива, а я вот про него и не знал ничего, но это замечательно, что есть такой друг у такого друга, они, наверное, друг друга и как-то дополняли один с такой жилкой боевой, а другой просто гений. Хорошо, я думаю, что давайте я скажу, опять же, для чего, в чем я вижу ценность обсуждения этих вещей. Мне кажется, что христианство огромное накопило, накопило огромный опыт для того, чтобы пересмотреть некоторые свои поспешные обобщения. То есть, мы можем обобщить Христа в доброго дядьку, можем обобщить Иуду в конченого редиску, Пилата в какого-то, я не знаю, доброго язычника со слабым сердцем, Иуду, который, Ирода, в общем, в общем и так далее. Это будут какие-то сказочно картонные герои. Такого в жизни на самом деле не бывает. В жизни бывает так, что пришел Иисус и весь народ, почти весь народ был рад его распятию. Я бы не сказал, что он порождал полное одобрение у всех. Что-то нам не досказали и получилось так, что его стоило бы распять с точки зрения народа. Я хочу подчеркнуть, что у Марка поддерживает распятие весь народ и даже нет вот этого вот фрагмента с тем, что их наускали. Ну, отец пришел. Тут я как текстолог вступлюсь, потому что это чисто библейская, чисто ближневосточная манера выражаться. Либо-либо, либо вот вся страна Иорданская выходила и все израильтяне приходили и восхищались, а потом и все требовали его распятия. А я вспоминаю опять же адынский анекдот про Рабинович. Ваша жена спит с половиной города. Ой, вы бы видели этот город. Вот. Я вас заверяю. Я был в Израиле. Эти синагоги вмещали максимум два десятка человек. Вот. Это лодка маленькая. На Кипре есть лодка в три раза длиннее. Ну, лодка, которую пока будут со времен спасители. Вот. В Иерусалиме в основном жили богатые греки, сирийцы. Евреи там были на положении собственно оккупированного меньшинства. Так что это все было довольно миниатюрно. просто широкими мазками. Они гиперболы. Для Библии это хорошо. Хорошо. Смотрите, по вашему мнению, я с вами тут соглашусь, что наверняка публика была 60 на 40. 60 за распятие, 40 были сочувствующих и говорили, зря вы этого человека раскинаете. Примерно так, да? Может быть, за распятие были 5 процентов, но эти 5 процентов были слышны, а главное, евангелисту было важно положить вот такое вот густое противопоставление. И я не уверен, что он зря это делал. Вот. Потому что бывают ситуации, когда вот мир сатана тебе говорят, что мир черно-белый, и поэтому ты погиб. И можно объяснять ему, что мир разный, а можно сказать, да, мир черно-белый, и я должен погибнуть. Но Бог все равно может и меня из черно-белости вытащить. То есть не спорить. Да, большинство плохое, большинство ужасное. А Бог все равно может. А Бог все равно сильнее. Ну, если у вас мир черно-белый, то и Бог судит на правый и на левый. Вы тут не найдете третьего места? Он не судит, он помогает. А, ну вот это, да, вы либерал, я забыл, я забыл. Почему я либерал? Это Бог либерал. На 25 главе от Матфея сказано, что он судит. Суд Божий, суд кротости, суд милосердия, суд психотерапевта, который не судит, а просто говорит, ну, голубчик, ну, сколько же можно? Задолбал, да, и диван. Ну, хорошо, я понял вашу интерпретацию. Я так не считаю, ну, да ладно. Хорошо, последнее слово. Давайте, ну, я вот последнее слово хотел сказать о том, что я верю в православный потенциал, православную церковь, и мы можем обойтись без таких мазков, потому что если мы будем соглашаться с интерпретацией в том числе евангелистов, мы даже не поймем, за что Христа распяли. Как это, кстати, в богослужебном тексте на Стрессной Седмицу, за что люди мои вы распинаете меня, что плохого я вам сделал. Есть такие строки в богослужении то ли великого Четверга, то ли великого Петка, Петка, по-моему. Так вот, это непонимание, а что же происходит, ведет к демонизации оппонента и фундированию того, что мы его не понимаем. Я бы хотел немного рассосредоточить эти крайние оценки. Для многих это будет отступлением от веры, потому что бинарное сознание черно-белое, если ты за или против Христа, если ты говоришь что-то в усложнении картина, значит, ты говоришь против него, и для них доктор этого не рекомендует. Но те, у кого есть немножко больше в голове и немножко больше в душе занос и всяких проблем, те могут подумать о том, что история Евангелия, история апостолов, история Иуды, а значит, и наша история, она может быть гораздо многограннее, гораздо сложнее в интерпретации. Прежде чем кого-то назвать Иудушкой в плохом смысле слова, а хорошего у нас пока что нет, надо бы задуматься над тем, что вот как верно замечает отец Яков, раньше древние люди, когда писали свои сочинения, они упрощали для широкого мазка, а нам сегодня нужно отказаться от широкого мазка, оставив его только для самых широких масс, о которых говорит Артегий, Хасель Артегий древеса. Ну, широкие массы уже давно исчезли. Я бы сказал в ответ на этот вопрос из богослужебных книг, за что вы меня распинаете. Вот, я думаю, вот у меня бы ответ был такой, вот, если меня вот Бог спрашивает, за что ты сын моего, вот, я скажу за то, что я не он, за то, что он лучше меня, он занимает мое место, я должен быть твоим сыном, или твоей дочерью, если уж я как старая феминистка скажу. Вот, и вот это вот корень греха. Каждый хочет быть спасителем человечества, а нужно просто радостно сказать, Боже, слава тебе, Господи, уже есть, могу отдыхать. Спасибо, дорогой отец Вячеслав, за доставленное удовольствие. Так что вопросы есть? Я не знаю, никто не побеждает. Это вот меня человек, который, собственно, нас связал, или кто-то другой говорит, вот будет батл. Я думаю, какие батлы, что за гомеровские какие-то эти самые, уже поговорить не дают. Вот, ладно, надеюсь, не в последний раз. Хорошо, спасибо, Господи, дай вам Бог здоровья, долгожительства. Увидите Бориса Григорьевича Херсонского, целуйте его от меня. Обязательно. Обязательно. Через маску. Через маску. А вы видео куда выложите, я потом скачаю. Я его могу выложить на Ян, на какое-нибудь облако, я его загружу на YouTube, а вы его загружайте куда хотите, в общем, чтобы записалось. Все, до новых встреч в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...